итак друзья мои сегодня мы с вами идем магазин который называется доллар аму вы понимаете по названию что это очень бюджетный магазин рассказал это очень бюджетный магазин когда-то здесь все было по доллару но давно уже этого нет говорим у нас белоруссии на того что раньше было потом полу пустому стоит а знаете у них сейчас меняется сезон ладно мы с вами пойдем посмотрим на мы с вами пойдем посмотрим на то что всегда у них имеется значит сам бюджетный шопик шоппинг в канаде есть несколько магазинов называется долларама и доллар 3 когда-то все стоило доллар сейчас давно уже все стоит не доллар вот как вы видите цены 350 475 доллар там чем-то 50 я даже не знаю если вообще что то есть по доллару если что-то у них осталось вот даже 4 доллара 350 ну короче значит здесь очень много утвари для кухни как вы видите видите вот все 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 вот это вот это всякие лопатки черпалки какие-то переворачивал ки для для сковорода пущу вы знаете что вещи на самом деле вот например деревянная ложка 3 575 у нас там ну деревянная ложка и ложка что в ней может быть или вот эти например целых три штуки за доллар 75 них как бы ничего нету такого что в общем плохое плохого ложка и ложка деревянные есть вещи конечно например вот мы купили открывалку для концертного бана как-то но через какое-то время мы выбросили потому что не совершенно было ни к чему очень быстро сломалась смотрите какая классная штука открывашка для бутылок для пива вот такая вот висеть себе на стеночке за 4 доллара конечно и увидите надо подвешивать к стенке и вот так вот сюда вы подносите бутылку раз и открывайте здесь еще всякие лозунги не пейте воду пейте пиво хороший совет правильно и жизнь слишком коротко чтобы пить дешевое пиво на цитальной советы видите здесь например очень удобно и продаются по 4 доллара вот такие вот металлические емкости для для всяких чего угодно все что нужно в кухне побольше поменьше вот такая вот штуковина для фруктов вот большие такие металлические миски вот это деревянная даже бамбуковая для сыра подставка плейт плата чтобы класть на мир сыр еще сверху вот и можно закрыть пластикой крышки в общем здесь очень много очень полезных для дома вещей другое дело что у нас есть всякие лица такие даже на вид хорошие даже ножи единственное что нужно смотреть внимательно потому что есть некоторые вещи которые действительно барахло есть некоторые вещи которые вполне вполне пригодны для использования вот пожалуйста бамбуковая подставка для салфеток но чем плохо замечательно единственно что цены конечно уже давно и бюджетные здесь могут открывашки как я уже говорила вот такой вот мы покупали как-то я помню в самом нашем начале так сказать при по приезде в канаду у нас было очень мало денег и мы здесь много что покупали поэтому вот они конечно не очень какой-то интересный такой нож для масла видите какой интересный такой прям заказал очень золотой красивый ну в общем сковородки конечно здесь наверное не ахти ножницы даже не знаю но вот всякие вот такие вот черпалки там для салатов переворачивать мясо в общем все 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 вы понимаете всякие вещи для кухни опять же повторюсь некоторые из них вполне себе даже неплохие а вот так укладывать баночки со специями самое хорошее все 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 понимали для чего это дело но в общем много всего разные разные штуки я конечно могу очень долго все это снимать но я думаю что вы понял в чем здесь дело такие штуки чтобы подкладывать коврик такой для можно подкладывать на полке в кухне в шкафчике можно вот вот какие-то ведь они разных цветов есть такое вот что это для для ложек и белок видите даже нарисован ну в общем симпатичные баночки для на кухню хотя них раз разными взорами разных цветов из надписи там боковая крышка она не очень хорошо прилегает в общем ну в общем всякие приспособления а вот эти с надписями кофе 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 какие-то штуки я даже не знаю что такое я наверное не буду здесь все снимать потому что иначе у нас получится видео на на два часа металлические видите у нас по моему скоро запретят или даже уже запретили салон соломки из которых который для питья из бутылок и здесь у прям продается целый набор со щёточкой если их мыть я честно говоря и пластиковая никогда не использовала всегда пила из горла в общем вот какие-то такие штуки здесь это для мочалок перчатки резиновые в общем здесь всякие кухонные видите вот формочки алюминиевые для крупных здесь разная уж такая совсем кухонная виде утварь пакеты полиэтиленовые фольга вот это для мытья эти как много всего очень много и все это вот например доллар 25 стоит такая упаковка мочалок я уверена что в любом другом супере она будет стоить до 4 то есть есть вещи которые здесь реально выгодно покупать или вот например мешки я знаю что мешки для мусорки у нас вы знаете ведь как каждый мусор имеет свой отдельный мешок здесь есть очень удобный размер который продается только в этом магазине который подходит для нашего мусорного ведра извиняюсь за такие подробности но это как бы жизнь вот так что я хочу сказать что есть вещи которые реально выгодно покупать здесь потому что они реально дешевле есть вещи которые в принципе получается не так уж и выгодно потому что может быть цена меньше например в упаковке меньше продукта например вот полиэтиленовые видите вот мешок для мусора для большого бачка который не прогрызет никакое животное в общем это наш такая специфика вот это известный бренд салфетки это же не какой-то какомайский так сказать бренд это известный бренд который продается в обычных суперах здесь принципе очень много вещей которые продаются в обычных суперах которые не ну не являются чем-то какими-то китайскими отбросами в принципе вы то же самое можете в другом магазине абсолютно то же самое тот же бренд вы можете купить в другом магазине за за больше денег, просто потому что это... Просто потому что здесь в магазине все дешевле. Не все, но некоторые вещи здесь реально дешевле. Вешалки. Видите, ну вешалки я здесь не покупала, потому что здесь вот как раз получается, что невыгодно, потому что получается, что 4 доллара... Ой, 4 вешалки стоят сколько? 3 доллара. Вот такие вот я люблю бархатные. И есть места, где можно купить их дешевле. Вот всяческие для мытья, химикалий для кухни, для уборки. И, кстати, нужно было одну штуку купить. Только я сейчас не могу вспомнить, какую. Сейчас вспомню, вернусь, наверное, сюда. Ну вот. Вот такая вот для животных тут, в общем, всякая разная. Вот. Много здесь чего. Всякие пластиковые. Но я, наверное, не буду все это показывать, потому что это скучно, это неинтересно. Пластиковый контейнер, всякий, разные, миллион их вариантов. Видите, вот большие, маленькие, для любых нужд, для любого, так сказать, для чего угодно. Вот с такими вот закрывающимися, по-моему, для крышек. Просто обычные пластиковые контейнеры. Видите, вот такие есть побольше, с ручкой. Удобно. 2,75 он стоит. Так, ну пойдемте поищем что-нибудь более интересное. Плотенца для кухни, всякие держалки, варежки, кстати, очень неплохие. Вот такие вот есть, силиконовые. Я думаю, что во всех странах есть такие магазины, просто они по-другому называются. Видите, у нас когда-то здесь реально все было. Вот это реально много чего было за доллар. А сейчас уже, конечно, давно уже этого нет. Пепельники. Прямо вот мы приехали в Канаду, когда это было. В 2008 я еще застала здесь товары, которые стоили доллар. Вот баночки для кухни всякие. Очень удобные вот эти вот. Видите, для всяких. Для закрутки, закатки. Это просто что-то складывать в нее. Сколько они стоят? Сколько они стоят в банке? 3,50. Ну, в общем. Посуда здесь имеется. Очень, кстати, симпатичная. Опять же, мы когда приехали, мы покупали, реально покупали здесь посуду. Когда у нас совсем не было денег. Так, смотрите, какие симпатичные миски. Вот такая вот. 4 доллара. Ну да. Я даже не знаю, чтобы мы сейчас приехали, стали бы мы здесь покупать. 4,75 вот такие вот. Вон там прям красивые. Смотрите, какие. Это фарфоровые, пластик. Красивая такая штука. Два. Или это пластик? Нет, фарфоровые. Вот какие-то с пингвинами. Вот такие вот. Просто белые. Вот эти симпатичные очень даже. Карелочки. 2,50. Знаете, для людей, вот только приехавши в Канаду, для студентов, для людей, которые временно где-то селятся, и они не хотят покупать себе что-то, какую-то дорогую посуду. Вот такую, знаете, чтобы даже зачастую покупают это, а потом переезжают, оставляют в квартире, из которой они уезжают. Ну нет, кстати, у нас так не принято. У нас надо квартиру освобождать полностью, все из нее выносить. Даже если вы уезжаете и оставляете какие-то хорошие вещи, то вас все равно могут штрафовать, реально штрафовать за то, что вы оставили какие-то вещи свои в квартире, даже если это вещи, вот там, типа хорошая посуда, там, или что. Это совершенно важно. Симпатичные, кстати, симпатичные посуды, тарелки. Вот эти вот тоже красивые. Смотрите, какие классные. 3,50. Смотрите, какие хорошие, красивые тарелки. Причем их можно сказать спасибо, домойку, их можно мыть. Ничего с ними не случается. Это как бы прямо вот абсолютно нормальная, качественная посуда. Может, она там не супер такая качественная, но не супер какого-то тонкого фарфора. Вот это вообще красивое. Вот чашечки какие миленькие. Вот тарелки симпатичные. Ну, в общем, если вам нужно вот такая по-быстрому купить какая-то недорогая посуда, которую вы не хотите с ней особенно заморачиваться, и потом, может быть, хотите кому-то отдать или где-то ее оставить, потому что она вам не нужна, чтобы не возить ее туда-сюда с собой. Это прям реально вот такое место, место для покупки. Посмотрите, какое интересное. Прямо такое ощущение, что оно прям покрашено. Вот это я, кстати, не знаю, вот видите. Здесь, кстати, написано, что в посудомойку нельзя. Вот это я как бы предположу, потому что такое ощущение, что прям краска сверху наляпали. Вот, ну, бокалы всякие. Не самое тонкое стекло, но нам графьям сойдет. Продаются здесь всякие носки, колготы. Хорошие, нормальные. Я как-то здесь покупала. Это такие тайцы, видите, с обрезанной пяткой. И стоят они 4 доллара. Вот, есть обычные колготки за 1,75. Есть такие черные. Ну, в общем, вполне себе. Вот эти 4,75, по-моему, тоже обычные колготы. Такие толстые, 40 деним. Вполне, вполне ничего. Но это вот леггинсы с отрезанной ногой. Но, по-моему, вот эти вот, кстати, сейчас так модно, разноцветные колготы. 4,75, две пары. Размер small, medium. Вот черные бордовые. Вот такие толстые колготки на зиму. Есть такие синие с черным. 4,75, две пар колгот плотных на зиму. Ну, что плохо. Так, здесь всякие... Здесь даже бижутерия иногда продается. Но бижутерия такая, ну, вы видите. Сережки с отломанной жемчужиной. Жемчужины, жемчужины, конечно, здесь не надо покупать. Вот всякие резинки для волос, заколки. В общем, такая, знаете, носки всякие. Ну, носки я не покупаю здесь, на самом деле. Детские. Никогда не покупала расчески. Разные баночки, коробочки. Вот эти баночки, кстати, вот эти коробки за 4,25. Они были 4 еще совсем давно. Вот такие два ящика пластиковых. Я иногда у меня есть несколько штуков. Я украшения себе в них храню. Такая штука у меня есть, косметику. Вот в ней как раз храню. Она крутится очень удобно. Вот это, таких у меня нет. Это бамбуковые такие контейнеры. Пластиковые, бамбуковые крышки. Симпатичный. Сколько он стоит? 4 доллара. Ну, то есть, видите, цена в доллар уже практически не существует. Лаки для ногтей. Посмотрите, какая красота. Всякие щипчики для маникюра. Ногти. Прелесть. Это для ресницы. В общем, кисточки для косметики всякие. Разные. Кстати, раньше было намного больше. Сейчас я смотрю, совсем почти нет. Они то раскупили, не то что. Косметика какая-то раньше бывала здесь. Ну, вот тушь для глаз. Кстати, вот такой же бренд продается у нас в аптеках наших. То есть, это не то, что здесь какой-то специальный дешевый барахой. Здесь даже, видите, есть немножко одежды. Майки какие-то. Но это я бы не стала, не знаю. Тапочки домашние. Кстати, тапочки тоже неплохие. 4,50. Тапочки классные. Хорошие. Хорошие это вот. Такие мягкие. Вон девочка с зонтиком играется. Салфетки для снятия макияжа. Вообще, все мокрые салфетки. Вата. Вот эти палочки для ушей. В общем, все, что... Вазелин. Вот даже какие-то лекарства здесь есть. В общем, много всего полезного. Зубные щетки. Зубная паста. Всякая вот такая вот товар для женщин. Вот, да. Ну, в общем, вот вы все видите. Перчатки, варежки. Сейчас шампунь. Вот, кстати, дав. Это же не то, что тоже какая-то, знаете, какой-то флаг. Дав продается в обычных аптеках. Во всех, как бы, в Ниве. Вот это Лориаль. Вот обычные, обычные эти. Единственное, обычные шампуни. Обычные, такие же, как продаются в других магазинах. Единственное, что я не знаю, 5 долларов. Мне кажется, что во всех магазинах 4-5, да. Мне кажется, что в любом магазине это сейчас так стоит. Здесь это вообще уже перестало быть, перестало быть дешевым, дешевым продавцом. Здесь есть очень много товаров для школы, для всяких цитратки, карандаши. Вот такие вот вещи. Видите, вот очень много для собак. В общем, все, что угодно. Единственное, что здесь продаются такие, знаете, сезонные вещи. И вот здесь вот, например, пустые полки. Потому что здесь стояло, видите, еще висит эта бумажка, декорейшн. То есть, видите, и вот все вот блестки. Здесь стояло все для Крисмаса, для Нового года. Но поскольку все уже, как бы, это все поубирали, и остались они пустые. Сейчас они расставляют. Видите, это уже для Истер, для Пасхи нашей фанатской, американской. Истер. Видите, написано Happy Easter, зайцы-кролики. И уже весенняя тема, как приятно. Яйца. Прикольно. То есть, здесь очень много продается вот таких вот сезонных вещей для праздников. Смотрите, какие классные штуки всякие. Да, и вот, видите, Крисмас ушел. Я думаю, что сейчас сюда поставят Валентина, День Валентина. С этой стороны они уже расположили истеровские принадлежности. Все эти ведра, зайцы, ведра, корзины. Яйца разных калибров, разных размеров. Вот такие яйца блестящие. Крисмасные. Это лягушки. В общем, смешно много всего. Вот такие вот тематические мешочки. Вот такие всякие дела. Продолжаем тему зайцев в тему истер. Видите, вот здесь у них висят, куда что ставить. Видите, им присылают такие, как раскладывать игрушки, на какие полки, как вешать, что вешать. Вот они должны соответствовать. Ну, это все уже. Истер, истер. Истер и зайцы. Всячески разные. Как приятно. Видите, у нас уже дело в весне. Да, тема Святого Валентина это здесь. Все-таки у них уже есть, появилось. Всякие сердечки. Все, что связано... Все, что связано с сердечками. Слямур-тужур. Все в сердечках, конфетки. В общем, вот такие какие-то. В общем, всякая дрюнь и фигня. Все, что... Все, что нужно продать и втюрить. Все, из чего делают коммерцию. Эти игрушечки всякие, сердца. Ой, мамочки мои. Я не знаю, если я уложусь в одно видео, потому что я подозреваю, что оно будет очень длинное. Смотрите, какие розы, розы. Подарки. Подарки на Валентина. Розы с мишкой. Коммерти такой птичкичевый. Ну, то, что продается. Свечки. А, вот это всякое для рукоделия. Целый большой отдел. Видите? Вон, какие-то для лифчиков. Продолжение. Для вышивки. Всякая десьма разная, интересная. Нитки какие-то. Нитки. Мулине, помню, было такое. Вон, какие-то интересные штуки. Я, наверное, разобью на два видео это дело, потому что я думаю, что будет очень длинно. Или постараюсь снимать побыстрее. Наборы для шитья. Всякие вот бусины, бусины. Коробочки для бусин. Кстати, тоже покупала здесь для маленьких украшений. Они из разного размера. Видите? Есть побольше. С мелкими такими деталями есть такие побольше. Совсем есть маленькие, в которых видят для пуговиц, для бусинок, для украшений. Ну, и вот всякие вот такие вот красивые вещи. Офигенно красивые. Это все для рукоделия. Я знаю, что очень любят сюда приходить мамы с детьми. И покупать всякие вещи для... Что-то мастерить дома вот с детьми. Там, например, ну, в общем, для школы какие-то вещи. Часто вот нужно что-то для того, чтобы делать какие-то поделки в школе и дома. Вот здесь горшки для цветов. Это уже тоже к лету. Смотрите, какие красивые. Мы приели же что-то. Какая? Четыре дома. Вот такие есть. Вот такие. Ну, классно. Это уже тоже все. Видите, земля. Садоводство. Для сада и огорода разные штучки. Продолжаем тему рукоделия. Птицы какие-то. С ума сойти. Что только здесь нет. Шишки. Ой, что только нет. Жалко, что я не рукодельница. Столько красивого. Все думаю. Чтобы мне... Почему бы мне это примирить, применить? Но я совершенно не... Не умею ничего мастерить. Все эти блестяще. Красиво. В общем, рамочки для картин. Для фотографий. Какие-то вот такие штуковины. Какие-то сундуки. Что-то я, наверное, очень быстро снимаю. Цвесточки искусственные. Я просто не хочу, чтобы мое видео длилось час. Мне просто телефон... Телефон не выдержит такой. Ну, вот тоже для всяких поделок. Вот заготовки такие. То есть можно все это купить, раскрасить. Что угодно. Прямо вот, знаете, у кого дети маленькие. Серьезно, это такое... Такой класс. Когда мои дети росли. Мы приехали в Канаду. Мои дети уже были постарше. И вообще мальчишки не очень это любят. Это в основном для девочек. Всякие корзиночки для... У них все складировать. Вон такие прям большие плетеные. Ой, мне так сказало, что она падает. Вот такие коробки для... Металлические ланки. Тоже только рукоделие. Будет складывать какие-то. Переписять. Складывать, складывать все, что угодно. Искусственные цветочки. Тоже все уже к историю делают. Мы готовимся. Вот это вот новогодние штуки, которые сейчас должны уже на распродажу идти, в принципе. Я не знаю, 2 доллара или стерпекс. И космосные. Крисмосные вот всякие штуки, которые уже не... Здесь они стоили 3.5, а сейчас они по 2 доллара. Крисмосные чашки. Это уже все отошло. Здесь, кстати, продается еда. Ну, вот такая вот чипсы. Какие-то банки с кока-колой, соки. В общем, всякая вот эта вода. Все, что... Все, что не портится. Все, что можно пройти без холодильника. И оно все тоже... Здесь ничего просроченного нет. Здесь печенье, видите, здесь все абсолютно нормально. Здесь все можно кушать отсюда, и это не будет не отравиться всем чувствами. Конфетки всякие. Ну, в общем, такие вещи, которые совершенно не полезны. Ну, вот всякая такая ерунда. Ну, вот хорошие конфеты вполне такие. Сейчас очень приятно. Вот это вообще хорошая компания. Единственное, что она стоит 1.25. Я не уверена, что в магазине вы не купите ее дешевле, если вы просто купите большую упаковку. Игрушек много. Вот это я помню, что когда мы приехали в Канаду и наши дети были маленькие, и у нас тоже как бы не было возможности средств для покупки им каких-то игрушек, в магазине игрушек. Потому что мы здесь очень много им покупали. Всякие машинки, солдатик. Вот эти вот какие-то штуки. Но они тогда были дешевле. Сейчас они по 4 доллара туда. Они были реально там по 2 доллара. Знаете, ребенок, дети, они не очень понимают, что у родителей нет денег. Они как бы не очень жалко. Как бы они же не виноваты. Им тоже хочется каких-то игрушек. И хочется чего-то нового. Даже вот какую-то вот такую вот ерунду, которую они распотрошат и через час бросят и забудут. И жалко тратить на это там 10 баксов, 15 баксов. А вот здесь вот в магазине, вот она, пожалуйста, 5 долларов. Но, опять же, это уже дорого. Когда-то это было все дешевле. Вот. Ну и здесь всякие штуки для школы. Концелярские товары. Тетради. Опять же, перед вечерним годом, если вы пойдете сюда или вы пойдете в специальный магазин для концтоваров, лупа, слушайте, может мне купить лупу? Вот я такая слепая, я ничего не вижу. По жвачках уже иногда не вижу. Вот какая-то лупа. Короче, цитради всякие. Причем они здесь вот... Это реально дешевле. Карандаши, вот какие-то ежедневники, видите? Они реально здесь дешевле, чем в специализированных магазинах для концтоваров. О, вот эти лупы 4,25. Интересно. Действительно. Вот. И тем более, господи, детям в школу что им нужно? Глобус. Достоящий реальный глобус. Маленький такой смешный. Декольный. Ну, в общем, вы поняли, да? Игрушки, 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 игры. В общем, немного чего. Довольно дешевого, классного. Куклы. Типа Барби. Это для дня рождения, для партий разные. Штуковины. Здесь, видите, для спорта, для йоги, подлинтонные валанчики. Это, кстати, новый отдел. Здесь раньше не было. Для чего, не знаю. Кантели маленькие. Прикольно. Всякие вот резинки для йоги. В общем, короче, все. Абсолютно все, что вам надо, игры. Вот это для партий. Для подарков, для дней рождения. Бумага, заворачивать подарки. Вот это вот такие бумажки красивые, чтобы класть мешочки подарочные. В общем, всякие вот. И пошли мешки для подарков. Я всегда покупаю здесь. Я кому-то иду на зарождение, и мне нужен мешок. Я всегда покупаю здесь, потому что здесь они реально дешевле. Вот такой мешок. Он стоит, по-моему, за доллар два. В обычном магазине будет 100,4 доллара. И выбор здесь немаленький, как вы видите. Полно всяких разных. Ну и открытки. Кстати, за доллар здесь тоже всегда покупаю. Если я иду на день рождения или я иду, несу кому-то подарок, я всегда здесь покупаю открытки, потому что здесь они стоят доллар. В другом магазине она будет стоить 5 или даже 10. И здесь есть на все случаи, жизней. На день рождения. Смешные, шуточные, красивые, веселые, тематические. Вот happy 50s на 50 лет. Вот, пожалуйста, на 50 лет. Просто на день рождения. Ну, в общем, на 70 лет. Все, что угодно. Все, что ваше душе угодно. А вот эти уже стоят 4 доллара, потому что они такие 3D, видите, раскладывающиеся какие-то. Более такие fancy. Кстати, тоже раньше не было. Появились они недавно. Открыточки подороже. Ну, и вот здесь там разные тематические тоже. Для собачек, для кошечек. Кстати, да, вот есть такие шарики, есть, кстати, очки. Вот, можно купить за, не знаю, за полтора, за доллар 25. В принципе, как бы, скорее всего, лучше, конечно, так не пользоваться каждый день. Но если бы забыли какие-то свои очки, заскачать сюда и купить за за доллар, в принципе, хорошее дело. Темные есть, но они, конечно, такие. В общем, вот, вот такой вот, такой вот магазин. Здесь тоже вот такие для краски, карандаши, раскраски, в общем, фломастеры. Все, 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 что вы хотите. А, это просто цитра для рисования. А здесь у них раньше продавались раскраски и книги. Вот я что-то не нашла. Знаете, сейчас очень модно раскрашивать взрослые. Все, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилась моя экскурсия. Здесь какие-то вещи, даже я их раньше не видела, линейки такие длинные. Я надеюсь, что вам понравилась моя экскурсия, надеюсь, что вам было интересно, любопытно, познавательно. И всем привет из Канады. Увидимся скоро в следующем видео. До новых встреч. Многие меня привели в отдел с едой опять. Кто о чем, а вшивая баня. Печеньки какие-то. Все, девочки, люблю, целую, мальчики. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бай.